Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Мария Сальникова. Мария, добрый день! Здравствуйте, Игорь, и здравствуйте, коллеги трейдеры! Какие у вас планы на сегодня? Что интересного? Чего ждем на Джанет Йеллен? Спасибо за вопросы. Сегодня мой, на самом деле, день для меня достаточно неопределенный и рада, что пока что отрабатываются идеи, которые мы с вами ставили две недели назад и в начале месяца. Действительно, я рассматриваю не только внутридневную торговлю, но и возможности среднесрочной торговли в том числе. Не всегда есть внутри дня однозначная точка зрения, что стоит купить, что стоит продать, так, чтобы она еще и отработалась. Идея-то зайти в рынок, они всегда присутствуют, так, чтобы еще и заработать на этом. Вот где вопрос. Если говорить про, ну, наверное, наиболее интересные такие точки, это USD-канадский доллар, то на чем можно сейчас сфокусироваться, посмотреть? Мы снова подошли к отметке 1.30. На текущий момент котировка находится вблизи уровня 1.300. Ну и консервативный сценарий для трейдеров – это пробой вниз уровня 1.300, возможность продаться с целью дальше уже на отметку 1.28, 1.27. Вот, то есть 200-300 пунктов впереди есть. На моменте, когда мы с вами общались о пробое отметки 1.300, да, вот тот же самый консервативный сценарий. Пара сходила вверх еще, то есть дала дополнительную точку входа, вот, ну и, собственно, продолжает снижение. Здесь до канадского доллара, то есть вот я его рассматриваю на пробой вниз с отметки 1.300. Вот, то есть у нас нефть, я смотрю, все держится выше отметки 55, уверенно держится, да, и это может пока что поддерживать как российскую валюту, собственно, то, что и происходит, так и канадский доллар. Если говорить про американца, про американский доллар сам по себе против корзины валют, происходит восстановление умеренное, сейчас минус 0.2% американец теряет всего лишь, хотя были потери и больше, и минус 0.25%. Я не исключаю, что доллар США продолжит находиться под давлением, то есть я все-таки жду просадки американца против корзины валют, и это также, скажем так, укладывается в идею того, что юридо-канадский доллар можно шортить, но после пробоя отметки 1.30. Дальше по австралийцу очень интересная ситуация, все-таки хорошо, что мы взяли паузу по этой валютной паре, удерживается пока что настрой покупателей, как приоритет наиболее сильный, да. Была на графике за месяц разворотная свечная конфигурация поглощения, достаточно сильная, и чисто технически она сейчас в приоритете и отрабатывается, то есть на графике за месяц. Очень круто, сильная, тем не менее, да, работает. В целом я пока австралийскую валюту по-прежнему, да, не рассматриваю для торговли, то есть сказать, что я готова открыть длинную позицию и посидеть в этой покупке, ну, пока что нет, то есть австралийский доллар не трогаю, но вот такой сигнал на покупку сильный, да, на месячном графике он был. Я пока что, да, почему-то вот не захожу, да, я его вижу, но вот как-то у меня не хватает уверенности воспользоваться, то есть я скорее продам USD канадский доллар снова, чем куплю австралийский. Ну, вот как-то так у меня с австралийским долларом, если говорить конкретно о принятии торгового решения с моей точки зрения, если говорить сухо об аналитике, да, то сигнал как таковой на покупку сильный есть. Дальше по британской валюте. Внутри дня, на текущий момент, были у нас сильные хорошие новости, которые спровоцировали продажи валютной пары фунт-доллар, однако я не исключаю восстановление все-таки фунта. Те, кто хоронят этот же британский фунт, да, должны еще попасть в определенную просадку с продажами, то есть здесь я сохраняю приоритет на идею спекуляции на финансовых рынках. Кстати, можем открывать, можем пробовать, да, наращивать эти длинные позиции по британской валюте, вот, но стоп на текущий момент внутри дня ниже не устанавливают. То есть это вблизи уровня 1.24.30, вот, если там устанавливают стоп, открывать покупки, вот, то я не исключаю, что мы еще увидим 1.26. Для фунта это вполне возможный сценарий продолжения восстановления. Если посмотреть по распределению сил, в принципе, трейдерских сил на покупку-продажу, сантимент, да, называется, я подслушала у вас же на Utrade этот термин, вот, то большая часть трейдеров сидит, там, порядка 56% в длинных позициях. Я не говорю, что это, ну, там, на одном сайте, на одном источнике это 61%, да, на втором 56%, тут я бы не рассматривала позицию, что большинство ошибается. Все-таки в приоритете покажут еще покупатели однозначных продаж по фунту, я бы пока не смотрела. Мария, я здесь сконцентрирую ваше внимание на том, что общее правило Utrade TV торговать против сантимента. А, ну, прекрасно, продавайте. У нас, у нас вот так вот это. Это хорошо, если есть сформированное правило. Замечательно. Ну, тогда вам сантимент подсказывают короткие позиции. Да, сантимент. Я пока что все-таки рассчитываю еще, что будет дополнительный скачок вверх по фунту, доллару, то есть однозначно продать и сесть в продажу я еще не готова по фунту. Вот, но, безусловно, для тех, кто заходит в сделки с британской валютой, в приоритете ордера на ограничение убытков и фиксацию прибыли. То есть любая спекуляция, которая проходит по фунту, как научил нас опыт последних полугода, да, наверное, уже восьми месяцев, все сделки все-таки должны быть с фиксацией прибыли и ограничением убытков. Фунт научился летать. Вот, поэтому в любой момент, вот, получилась прибыль, да, по валютной паре, надо ее фиксировать. Вот, ну, и, безусловно, те срывы, которые происходят по фунту, их надо ограничивать. Вот, с валютной парой еврофунт. Я все-таки европейскую валюту рассматриваю как более слабую, чем британскую. Как ни крути, простите уже за такую точку зрения. Я не исключаю, что кросс-пурс еврофунт еще продемонстрирует снижение к отметке 0.82-0.83. То есть тут я допускаю, что спекуляция по фунту будет более сильной в сторону роста. Поэтому еврофунт может дополнительно еще продемонстрировать снижение. Хотя на новостях он хорошо, видите, сегодня взлетел с уровня 84.50. Мы увидели скачок там порядка 70-80 пунктов. Прекрасно. Вот, правда, еврофунт молодец. То есть он не мог все время находиться в снижении, да. Вот, сейчас все-таки мы увидели рост, но я не исключаю, что это еще возможность дополнительного входа вниз. Если говорить конкретно о том, в чем я уверена, и что бы я лично открывала, то пока что я смотрю только на юзоканадский доллар. На продажу, да, Мария? На продажу. Здесь пока что я сохраняю эти короткие позиции. То есть я новые не открываю. Возможно, дополнительное наращивание после пробоя отметки 1.30. Плюс это евроавстралийский доллар. Там очень интересная долгосрочная нисходящая картина. Вот эти продажи, они, как и по валютной паре доллар-иена, актуализировались там еще с прошлого года. То есть с декабря прошлого года очень хорошо валютная пара евроавстралийский доллар идет вниз. И мы видим цель на уровне 1.37. То есть впереди еще 100 пунктов. Это будет поддержка 2015 года. Мы его рассматривали с вами. По-моему, в январе мы о нем общались на Ютрейде. С тех пор, собственно, хорошо валютная пара идет. Но вот впереди поддержка по евроавстралийцу на отметке 1.37. То, где может быть это снижение приостановлено. Если состоится даже какой-то легкий отбой по евроавстралийцу, ну, тут мы уже можем себе как подсказку брать, да, что если у кросса есть хорошая поддержка впереди, то, собственно, кто-то из пары этой тоже должен продемонстрировать нам приостановку своего движения. То есть если евроавстралиец отпрыгнет вверх, вот, то может все-таки и австралийская валюта в паре с долларом США пойдет на некоторое снижение в перспективе недели-двух. То есть мы не говорим о конкретном дне сегодня-завтра-послезавтра, да, или о каком-то событии, которое спровоцирует этот разворот. Вот есть технический уровень неплохой от отметки 1.37. Откуда можно ждать отбоя евроавстралийца? Ну, и там уже и австралиец с долларом также может изменить свое направление. Вот. Понятно. Из позиции, да, этой недели такая она для меня неоднозначная. Продажи по USD рубль. Вот я вам честно скажу, да, пропускала настроение наших трейдеров, кто как, но я подозреваю, что на U-Trad'е мало кто откупал валютную пару доллар-рубль. У вас тут все-таки такое сообщество очень подкованное. И покупок тут пока что еще не видно по рублю. Ну, и все-таки тут крепкая нефть в том числе оказывает поддержку нашей валюте. Понятно. Поняли вас, Мария. Хорошо, спасибо большое. Я вошел по вашей идее. Я вошел в продажи доллар-канадский доллар. Давайте посмотрим на нее. Меня, конечно, пугает больше всего то, что я тоже вижу ее вниз. Все-таки достаточно много уже прошло. Но настолько сильная здесь поддержка была. Посмотрите, сколько дней мы бились в нее. Раз, два, три, четыре, пять. Пять дней мы в нее бились. И все-таки отскочили. Но вы считаете, что вот этот общий тренд, движение общего вниз, оно все-таки сборит все. Такая центральная идея. Помните у нас, если еще откатить немножечко на минус, отдалите график, пожалуйста. Да, у нас была вот такая поддержка с апреля 2016 года, которую мы пробили уже в текущем году. Нет, 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 нет. Раньше апреля 2016 этого круто взяли, Игорь. Ну, собственно, вот я поняла. И так хорошо смотрится. Да. Теперь мы можем приблизить и увидеть, что в январе мы, собственно, пробивали уже. И то, что было поддержкой, стало теперь для нас сопротивлением. То есть пока что мы находимся под линией восходящей тенденции. То есть как бы ретест, вот это воспринимаем как ретест и уход вниз какой-то ожидаем, да? Пока мы не пробьем вверх линию сопротивления, которую у вас нарисована, вот там верхняя синяя, да, то, я думаю, можно еще ждать дополнительного снижения этой пары. Тут же, знаете, нет у нас однозначной позиции по какой-то валютной паре, благодаря которой мы идем ва-банк. Да, вот у меня есть клиенты, которые из пяти торговых идей берут одну и заходят all-in, как говорится. Обидно и неправильно это. То есть тут вопрос диверсификации рисков не рассматривается совершенно коллегами-трейдерами. То есть они берут какую-то валютную пару, которая понравилась им больше всего и считают, что ну вот сейчас я точно на ней заработаю, да? У нас же все-таки, как я всегда говорю, нет стопроцентного прогноза, никто не скажет вам точно, что именно эта ситуация отработает. С большей или меньшей вероятностью мы предполагаем движение котировок. Спекулянты все равно должны, скажем так, потихоньку, но трейдеров-то одних общипать, а других общипать. Я понял вас. Хорошо смотрим, но видим, что сейчас прямо в моменте доллар-канадский доллар идет в достаточно узком таком диапазоне. Посмотрим, куда это все вырулит в ближайшее время. Хорошо. Поняли вас. Пока что у нас есть идея еще. Вот видите, британский фунт, он может восстановиться. Пока мы с вами общаемся, он по чуть-чуть старается. После падения, то что у нас было в 12.30 дня по московскому времени, то есть 9.30 по Гринвичу, после падения резкого взлета обратно не произошло. Котировок, да, но впереди еще Америка. Америка может свое отыграть. Вот. По доллар-йене у меня идея такая, что если мы пробьем поддержку 113.30, тоже можно пробовать продолжать продажи. Предварительные оценки по темпам роста ВВП, они были опубликованы в понедельник по Японии. Показатели были не очень хорошие. Тем не менее, мы уровень 114 попробовали разочек, ну и ушли от него. То есть сейчас, если все-таки состоится пробой отметки 113.30, я бы рассматривала дополнительное снижение доллар-йены. Вот. Внутри дня к уровню 113, ну так, просто кусочек еще забрать. Понятно. Поняли вас, Мария. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы Марии можно задавать. Мария, что у вас сейчас открыто на экране из позиций у вас самой? Я продолжаю фунт обдирать. То есть я занимаюсь британской валютой абсолютно сознательно. Я понимаю, что это опасная валютная пара. И тем не менее, какой-то такой спекулянт во мне сидит и говорит, не оставляй британскую валюту. Вот. Но это USD-канадский доллар. То есть вот две пары, которые я активно торгую. Ясненько. Хорошо. Ну, отлично. Тогда мы попробуем поддержать вас в части USD-канадский доллар. Вместе постоять вниз. Может быть, нам удача улыбнется. Тем более, что нефть все-таки, я смотрю, сохраняет. Сохраняет настрой наверх. На этом части стоит на открытии. Так уже все-таки 17 минут стоит. Ну, тренд, мне кажется, однозначно наверх. И я надеюсь, мы его высидим по нефти, ну и, понятно, по канадскому доллару. Спасибо огромное, Мария, за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Большое вам спасибо и всех. С днем всех влюбленных. 14 февраля, как-никак. Действительно. Вам также. С вами праздник. Хорошо отметить сегодня. Всем хорошего праздника. Рада вас видеть, Игорь. До свидания. С вами, Мария, всего доброго. До свидания.